Самуэль Пайола Как вы оцениваете рынок товаров бытовой химии в России, СНГ и глобальный по итогам этого года? Если мы посмотрим только на 2021 год, глобальный рынок не показал существенных изменений. В России, я бы сказал, мы наблюдали ту же динамику. На российском рынке рост показал сегмент средств для посудомоечных машин и средства для стирки. В 2020-м категория дезинфицирующих средств росла чрезвычайно быстро. Если рассмотреть весь период с 2019 по 2021, я бы сказал, что все рынки по итогу растут. И это положительная новость. Какие тренды сегодня формируют потребительские предпочтения и как изменилось поведение покупателей за время пандемии? Я думаю, мы впервые за многие годы столкнулись с такой ситуацией, которая случилась из-за коронавируса. Большинство компаний не были готовы. Я считаю, что потребители заставили нас изменить подходы к работе. Если посмотреть, в частности, на наши категории, необходимо понимать, что во многих странах, а также в России, люди стали больше времени проводить дома. Поэтому привычки потребления значительно изменились. Это значит, что они больше ели дома, больше проводили времени дома. Следовательно, они использовали разную одежду. Они чаще убирались. Это повлияло на потребительскую корзину. Например, мы отметили двухзначный рост сегмента в категории средств для посудомоечных машин. Также все дезинфицирующие продукты, которые в прошлом не особенно использовались. Если посмотреть на другие рынки за пределами России, на которых дезинфицирующие средства более распространены, то в этой категории произошел двухкратный рост сегмента по сравнению с допандемийным периодом. Это касается потребительских товаров. Но также изменилось покупательское поведение. Людям приходилось оставаться дома, и они стали больше покупать через интернет. Только подумайте, до 2019 года потребители не покупали товары для дома через интернет. Конечно, некоторые делали это, но не большинство. В 2021 году прогнозируется рост рынка интернет-торговли на 10%. В наших категориях темпы роста опережают весь рынок EECOM в 3-4 раза. Причина этого проста. Электронная торговля очень быстро развилась, и теперь покупатели оценили удобство при покупках онлайн. Ассортименты цены конкурентоспособны. Поэтому зачем возвращаться к старому традиционному способу покупок с необходимостью искать парковочное место для машины и посещение мест с большим скоплением людей. Мы ожидаем, что онлайн-торговля будет стремительно развиваться и дальше. Какие возможности и сложности вы видите на рынках России и СНГ с точки зрения условий ведения бизнеса? Я думаю, что самая большая возможность заключается в том, что покупатели стали выбирать разные категории товаров. Я имею в виду, что по сути люди начали приобретать товары, которые до вчерашнего дня не были в их корзине покупок. Это, с другой стороны, и самая большая трудность, которая у нас есть. Потому что Россия — один из тех рынков, где люди все еще любят традиционные способы уборки. Мы много ездим по России, вернее, много ездили до пандемии. Нередко можно было встретить дома в восточной части России, где люди все еще использовали для уборки кухни уксус и пищевую соду. Я ничего не имею против этих способов, но они не самые эффективные для быстрого получения результатов без необходимости прилагать большие усилия. Я хочу рассказать вам один пример. Около четырех лет назад только у одной семьи из десяти в России была посудомоечная машина. Для сравнения, в Польше четыре из десяти семей имели посудомоечную машину. Мы посчитали, что это замечательная возможность для бизнеса, а также для потребителей улучшить качество жизни. Начали работать с производителями, нашими партнерами, и создавать рекламные компании, объясняющие преимущества владения посудомоечной машиной. Например, если у вас нет посудомоечной машины, то каждый год вы тратите более двух недель на мытье посуды. Или вы можете сэкономить до 50 литров воды при каждом использовании посудомоечной машины, потому что в среднем посудомоечная машина потребляет 12 литров воды для полного цикла. А обычный человек тратит более 50-60 литров воды на мытье посуды. На сегодняшний день нам удалось перейти от одной из десяти семей до двух из десяти. Мы почти удвоили количество людей, владеющих посудомоечной машиной за последние четыре года. Что сегодня стимулирует компанию внедрять стратегии устойчивого развития, и какое значение имеют вопросы ESG и Sustainability в бизнесе вашей компании? Могу ответить относительно нашей компании, которая существует более 200 лет. У нас свыше миллиарда потребителей по всему миру. В России каждая вторая семья пользуется нашей продукцией. Я считаю, что для нас это не только возможности, но и ответственность. Мы должны приносить пользу обществу. В конечном итоге общество становится более требовательным к тому, чтобы компании повышали ценность своей деятельности для всех, а не только для своих акционеров. Мы начали двигаться в сторону принятия стандартов ESG несколько лет назад. Мы работаем в основном по трем направлениям. Первое — это создание бренда с целью, что означает наличие долгосрочной цели, которая выходит за рамки непосредственно функциональной пользы, которую он приносит. Второе — построение более справедливого общества. И третье — защита окружающей среды. При этом все три направления связаны между собой. При осуществлении операционной деятельности мы всегда учитываем эти три измерения, независимо от того, говорим ли мы о брендах, продажах или поставках. Какие зеленые проекты реализует ваша компания? Например, используете ли вы экологическую упаковку? Стремление к экологичности — это лишь один аспект нашей деятельности. Он крайне важен, однако мы бы хотели всесторонне подойти к вопросу ESG. Безусловно, уже с 2014 года мы снижаем потребление воды и энергии. В этом году мы начали отслеживать объем выбросов углекислого газа в цепочках поставок с целью снижения нашего воздействия на окружающую среду. Мы активно стремимся снижать количество используемого пластика для упаковки товаров и надеемся выйти к 2025 году на уровень с нейтральным потреблением пластика посредством его переработки и повторного использования. Также мы хотим снизить на 50% использование первичного пластика. К 2030 году планируем снизить наш уровень химических выбросов на 65%, но это лишь часть наших планов. Мы совершенствуем составы наших товаров, чтобы вещи могли служить людям дольше, что позволяет снизить количество выбрасываемой одежды. Вы знаете, что в России общая площадь полигонов, куда свозят мусор, по площади сравнима с территорией Швейцарии. И значительную его часть составляет одежда. Люди покупают одежду на один-два сезона, и когда она немного теряет цвет или форму, выкидывают ее и покупают новую. Если у вас есть продукт, который может помочь продлить жизненный цикл одежды, то это означает снижение уровня потребления, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Также у нас есть бренды, ориентированные на поддержание чистоты. Несколько лет назад мы запустили в России один из самых крупных брендов дезинфицирующих средств в мире. Это средство разработано в огромной лаборатории в США. Мы решили, что необходимо более эффективно информировать общество о важности дезинфекции и гигиены, для чего запустили специальные программы в российских школах. Начали с Москвы, где наши выступления посетили 10 тысяч детей. Мы рассказывали о важных повседневных привычках, которые помогут им меньше болеть. Ведь все мы знаем, что соблюдение правил гигиены способствует снижению риска заражения. В октябре мы открыли первую учебную лабораторию в Центре для детей Кидзания в Москве, где дети могут узнать о профессии микробиолога, а также получить информацию о дезинфекционных практиках. Это партнерство заключено на три года, так что это не какая-то разовая показательная акция. Мы действительно верим в правильность этой инициативы и хотим расширять ее применение в будущем. Будущее потребительского рынка, электронная коммерция, ESG, что еще? И еще, как мне кажется, честность. Честность, прозрачность, предложение качественного продукта. Вот будущее рынка. Спасибо вам за интервью. Спасибо.